Добрый день! Всех с началом астрономической зимы в северном полушарии Земли, которая начинается в день зимнего солнцестояния. В этот день Солнце занимает самую низкую точку относительно горизонта. Ночь с 20 по 21 декабря была самой длинной в 2022 году, а день 21 декабря самым коротким и продлился 8 часов 38 минут. Считается, что этот день имеет сильную энергетику. Если есть иней, а утром инеем были покрыты и камыш, и мостики, то будет богатый урожай. А погода в этот день будет такая же, как и 31 декабря. Подождем, увидим. Вернемся к нашим щукам. На озере Трофей я начал ловить в начале 10-го, с наветренной стороны, под дамбой. Ставлю воблер орбит 110-й СП в цвете Маттайгер. Солнечно, вода прозрачная. Видно, что щуки сопровождают воблер, видят меня и делают плавники. Передвигаюсь в середине озера, где ветер разгулялся. Начинаются поклевки. Щуки 600-800 грамм. Попадают в языки ложку. Солнечно, вода прозрачная. Солнечно, вода прозрачная. Солнечно, вода прозрачная. Солнечно, вода прозрачная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на прозрачную воду и яркое солнце, ставлю провокатора в копию орбита от Беркинга, цветь кислоты. Попадаются три щуки, затем пара чашлов чешены. Субтитры создавал DimaTorzok Под камышом ни одной поклевки. Возвращаюсь к дамбе. Под берегом возле земной трубы ловлю две щуки на моттайгер. Одна под килограмм. Какие выводы? Хоть щука и пассивная, но воблеры ее интересуют. Почти все щуки пойманы на середине озера. Озеро проточное. Пилюс бьют ключи. Вода в которых зимой теплее. Вода под берегом из-за ночного мороза похолоднее. За день она прогревается. По середине на глубине на течении вода теплее. Вечером возле земной трубы температура воды была плюс 2,7 градуса. В 50 метрах от берега на поверхности плюс 2,9 градуса. На глубине возле дна явно теплее. В следующий раз померяю температуру утром до ветра, который сильно перемешал воду. Красивый закат, хорошая рыбалка. Всем добра, мира и удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok